Крестьянско-фермерское хозяйство было открыто в 2019 году. В хозяйстве у нас имеется 221 гектар земли. Выращиваем озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник выращивается у нас. В своем личном подсобном хозяйстве очень много птиц всегда держала. У меня и гуси, и утки, и индюков я держала. И вот просто случайно в интернете я увидела страусов. Меня этим заинтересовалось очень. Здесь у нас австралийские страусы Эму. Вот это наш Григорий его зовут. Девочку зовут у нас Машенька. Ну и наши красавцы. Африканские страусы. Тоже у них свои имена есть. Девочку зовут у нас Глафира. Мальчиков у нас зовут Степан и Федор. Все имена, конечно, туристы сами предлагали, мы выбрали. Глафира у нас уже второй год несется. Яйцо полтора килограмма у нее. Это вот африканское яйцо. Тяжелое такое. Это вот австралийские страусы Эму. Такое вот изумрудно-зеленое, красивое. Все говорят, вы его покрасили. Нет, у них вот природа такой. Ну и вот новый вид страусов. Южноамериканский страус. На ноту у них вот такие вот желтые яйца. Страусы, конечно, очень любопытные они. Они сразу привлекают внимание. Вот даже вот австралийские, многие мимо раз пройдут, только когда хрюкают, обращают внимание. В основном все приезжают посмотреть вот на этих больших африканских страусов. Да они долгожители. Около 70 лет эти страусы живут. Изначально вот у меня мысль была то, что в таких масштабах примерно, как ферму построить и разводить именно страусов там на мясо. У них ведь и мясо очень ценное и дорогое, и перо, и яйцо. Первый год они у меня жили дома. Страусих только после трех лет может принести яйцо оплодотворенное. Самцу четыре года должно быть. Вот поэтому, представляете, нашему же шестой год, сколько я их держала. Ну, как бы просто показывали. Вот в прошлом году у нас яйцо столовое было, в этом году уже у нас яйцо такое оплодотворенное. Мы выбрали вот этот участок прекрасный. Тут всего лишь полгектара земли, тут бурьян раньше был. Мы все выровняли, построили ограждения, вольеры. С 2021 года наша ферма уже работает. Ну, в первый год три тысячи туристов у меня было. Но я работала пока одна, как бы успевала. В 2022 году у нас уже 8 тысяч туристов. В этом году у нас уже больше 13 тысяч посетителей. Ну, а это наша красавица. Ее зовут Лана. Ей тоже 6 лет. Сейчас она уже, видите, серая. К зиме готовится. Зимой она серая-серая, даже вот пятнышка ни одного видно не будет у нее. Вот такая вот она. Ну, и это наша Джамиля. Тоже любит покушать. Она есть может очень много. Джамиля в этом году. Ему вот 6 месяцев. Султан назвали мы его. Султанчиком. Мальчик. Первый грант 2019 год. Грант Агростартап. Он дается 3 миллиона рублей и 10% ты вкладываешь свои. А это 300 тысяч примерно ты вкладываешь свои. Второй грант у меня получается 22-й год. Российский грант по линии только Минсельхоза. Агротуризм. 8 миллионов рублей. Там 20% своих. 2 миллиона ты вкладываешь своих денег. Вот у меня 3 домика на средства гранта построены. Здесь вот мы оставили место. Здесь вот банный комплекс мы хотим. Баньку поставить. Она отдельно будет стоять. Чан поставим. Ну, как бы все удобства. У нас вот наверху двухспальная кровать. Здесь у нас вот диванчик. Телевизор есть. Холодильник, микроволновка, чайник. Все. Гранты, конечно, востребованы. Я получила вот примерно я грант. Старая техника, она ломается. Надо запчасти туда-сюда. А эта новая техника, она у вас работает. Следи только за ней. Несколько лет ты можешь спокойно работать. Не тратить ни на что там. Город это вообще не мое. Люблю вот село. Мне здесь нравится. И работа своя нравится. Но если есть у вас желание, есть мечта, а тем более есть помощники, конечно, можно работать на селе. Самое главное – поддержка. Нас и район поддерживает, и минсельхоз нас поддерживает. Мне кажется, вот самое главное – любить свою работу, ответственно к ней относиться, ну и, конечно же, вкладывать в нее. Потому что если ты не будешь вкладывать, ты не будешь стоять на месте, не будешь развиваться. Надо все-таки стараться вкладывать, что-то двигаться дальше, чтобы ни самой скучно не было, и другим скучать не даем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!